просто семь королев и процесс ничего не может сделать семи королевом семь королев появилась на на 6 минуте и же есть тараканник уничтожил короче ну что это такое но вылетел байдре его летит летит дезаптер и четыре рача всем привет с вами ted и сегодня мы посмотрим gsl матч зест против рога поанализируем его это я смотрю в записи поэтому все будет очень бодренько и анализ будет матча по протос против зерга в starcraft 2 и также сл это корейская лига самая топовая соревновательная лига на планете естественно где самые жесткие игроки играют ну давайте посмотрим тогда на наших кандидатов и так зест это протос рог это зерк у этих двух игроков больше всего титулов то есть побед на gsl как у зерга и как у протоса соответственно и так зест это его последний сезон грубо говоря последние его игры прежде чем он уйдет в армию то есть грубо говоря уйдет из starcraft а рук в свое время это последний зерк на турнире тут не все так однозначно ребят то есть дорог у нас последний зерк но дарк имел шансы выйти у него не получилось да он не смог одолеть innovation в конце концов solar попал в какую-то группу жестких тернов которые его тоже одолели прям ну катастрофически вот он не смог выйти армане попал к трем протосом которые выше его по уровню каждый из трех ну поэтому армании сыграл 04 ну просто действительно ему не повезло на что я хочу обратить внимание ребята посмотрите на топ-15 игроков на данный момент постоянно говорю вам там про баланс про то что протос и немножко но все-таки отстающая раса им сложнее всего и вот что мы видим ребята топ-15 на данный момент сильнейших игроков и стать он уже не смог выйти вообще в топ-16 gsl он на проиграл на отборочных и он тоже уходит в армию как извест и все то есть статься уже не будет здесь в этой табличке через там неделю или две когда он там станет инактивом съест то же самое то есть он сыграет свои последние игры и все его больше здесь не будет и понимаете что останется только троп который возможно тоже отсюда вылетит через пару дней играет троп против innovation а то есть это будет решаться судьба троп останется все-таки в топе и возможно даже поднимется выше либо поменяется местами с innovation и возможно вылетит из топ-10 если вам понравится этот ролик обязательно посмотрите если все круто я буду видеть что вам он нравится и мы сделаем такой же обзор на троп против innovation через пару дней ну а сейчас поехали и так первая игра зест уже подблочил хату рогу то есть он заставил его ставить третью хату подальше в не очень удобном положении и знаете что зерги из такого положения обычно обычно любят просто наказывать протосов за такую так сказать нагло что не блочит им хату они играют link flood link flood у меня конкретно на канале есть несколько гайдов как это делать как уничтожать процесса за три минуты это реально жесткий билд почему потому что просто-напросто протосу супер тяжело его разведать а то и в принципе невозможно потому что разведка link flood а это уже бросок камень-ножницы бумага то есть если ты его пошел разведывать и разведал ты в хорошей ситуации но если ты пошел его разведывать и произошло что угодно кроме link flood а ты уже в плохой ситуации ну вот поэтому ну не знаю будет ли рок сейчас так действовать вот мы посмотрим но зест уже конкретно этому билду проигрывал где-то 8 из 10 матчей вот в последних матчах он точно знал что это будет и один раз отбился один раз не отбился все равно сейчас посмотрим но пока все стандартно то есть зерк строит своих четыре собачки две королевы переводит дронов на третью и собачки построились просто нужно уходить уходить с базы тем временем строится stargate как технология хороший выбор технологии то есть такой достаточно стандартный безопасные принципе открываться во что-то кроме stargate против зерга можно если у тебя просто какая-то стратегия и я вам скажу что я вижу я вижу шесть собачек которые бегут которые строятся и это link flood ребята это link flood это жестко а он уходит адептом зез не идет разведывать link flood почему то что он видел что собачки выбегали уже на карту и они сейчас могут пробежать к протосу то есть ему нужно оставлять адепта дома и он не пойдет смотреть link flood то есть это будет ну возможно сейчас проиграет возможно проиграет первый оракл все поехали дроны это точно link flood это link flood с дронами дроны будут пробегать через юнита в стенке и помогать его уничтожать но зест вывозит пробку посмотрите до чего просто дошел баланс старкрафта протосу нужно выводить пробку и держать ее тут вот пару минут чтобы просто не проиграть успеет или нет успеет или нет успел успел как это жестко просто подумайте да у тебя вслепую приходится контрить билды которого возможно и нету то есть он link flood сейчас я вам объясню что здесь произошло смотрите вот вот это вот расстояние видите vision протоса то есть вот эти вот две кибернетки грубо говоря еще плюс за это расстояние процесс должен успеть среагировать что это идет link flood и успеть поставить здание в стенку обычно это батарейка то есть если у вас стенка кривая у вас не получится у вас должна быть идеальная стенка чтобы точно вот здесь вот в дырку вот где стоит пробка впихнулась батарейка и вы смогли закрыться это нужно успеть среагировать во первых и поэтому зесты вывел пробку потому что физически это сделать если у вас пробки здесь не стоит невозможно сейчас очень интересно все сейчас думают что здесь отбился но нет ребят он еще не отбился он сейчас хорошей ситуации почему у него строится оракл и сейчас очень будет все решать второй юнит он успел он успел увидеть что это link flood он помет если он сейчас он сейчас должен заказать еще одного оракла в чем проблема оракла у него атака это энергия энергия кончается то есть вот он вылетел вот он убил три зерлинга все энергия кончается и теперь есть шанс до игры с собаками есть шанс но второй оракл решит вопрос то сейчас если ну не не успеет не успеет рок сажать создание он может если бы у зеста был не оракл 2 а вайдрей то рок бы сейчас выиграл но это оракл и все наверно дорог прок просто пишет гг он понял такой окей все здесь невозможно просто содержит первую победу против самого имбового билда ребята это это жестко зесты просто сосредоточен он такой прям и я я готов я готов тащить мне кажется я что-то смогу рук недоволен он такой понимает ну блин я попал тот самый один процент который не смог пробить потому что обычно ну 9 из 10 раз процесс проигрывает ему билду так вторая карта на эти вторая карта зест делает тот же маневр то есть он блочит хату чтобы зерк не мог поставить хату на натурале ну то есть все в принципе как и в прошлый раз я думаю в этот раз рок не будет его линк флудить он понял что зест провел хорошую подготовку и будет вслепую было чуть линк флуды постоянно но вот такова судьба процессов то есть либо ты вслепую должен блочить каждую возможную атаку на тебя либо ты будешь каждой такой атаки проигрывать в принципе баланс на ничего не сказать хорошо хорошо как будет развиваться эта игра так и съезд открывается в роба в роба и адепта очень интересно адепт пошел на разведку вопрос то как бы разведкой он также не телепортируется или телепортируется не телепортируется до одну зест понимает что протас должен играть вслепую на угадай q ему нельзя разведывать то есть если протас идет на разведку он проигрывает вот ему нужно играть вслепую и удачно кидать камень-ножницы бумага и мы видим после роба твайлайт роба плюс твайлайт смотрите что это может быть это могут быть кита глеф адепта еще что-то ну то есть много чего так зест прогоняет оверлорда и строит гейт получается в стеночку и строит призму то есть быстрая призма хорошо зачем быстрая призма это вопрос вот пробегает собачка сейчас все увидит а вот и адепт дома остался как раз то есть адепт пригодится и это dark shine ребята этот dark shine это какой-то новый дроп дарков обычно дроп дарков рассчитан на то чтобы очень рано прийти и дропнуть дарков соответственно но здесь идет быстрая призма возможно это адаптация под карту посмотрите да 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 он отправляет вперед сталкера оставляет сзади адепта получается то есть он поменял немножко здание местами но это нормально я всегда говорил что в дропе дарков очень быстро ставится твайлайт и на dark shine никогда не хватает вовремя поставить и это будет хара сталкерами а потом до варп дарков очень очень креативный классный билд посмотрим что как у него получится на самом деле очень интересная тема потому что обычный дроп дарков легко отбить но здесь он как бы начинает на 410 уже прессинг то есть до 3 сталкера да они нет ничего вообще три сталкера сделать не могут зергу но они напрягают потому что зерк понимает что но если он совсем на них реагировать не будет ну да они поубивают там рабочих принципе за счет микроконтроля вот зест можете позволить поквине пострелять естественно он ничего уничтожить этими сталкерами не может три сталкер это очень мало чтобы убить даже линга поэтому ну ничего он не уничтожил но 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 до вард до вард дарков 450 принципе нормально принципе нормально не сильно поздно и он их распределяет по базам по одному дарку на каждую базу прикольный тайминг будет защищаться не очень легко нет 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 один дарк на вторую один дарк на третью 2 в призме очень круто дарки начинают бить по споркам получается за счет того что он отвлекал его сталкерами спорки не успели поставиться прям вовремя и съезд просто заблокировал ему две базы это gg это gg за пять минут ну здесь просто гений это о это очень круто последняя спорка ну да ее отличат ну нету уничтожен спорку а я я но это все это финиш 6 дарков просто который невозможно раздетектить это рогу пора сдаваться наверно сейчас хату еще взорвет к вины и кино и лопаются все лопается а взято там апгрейде ки все сейчас есть возможность все поделать просто 8 дарков надел просто не просто он посмотрел мой гайд на 9 дарков посмотрите вот 9 дарков и все ну немножко по-другому исполнил но он явно смотрел мои гайды питер gsl тоже рекомендую смотреть классные билды класс протас ведет 2-0 против зерга такого не было уже ну полгода наверное ну что ребята третья игра третья игра это прям не знаю меня это меня про меня просто ну прет посмотрите как круто вообще как круто все происходит я аж прям ну я не теряю веру теперь в протаса понимать я уже постоянно с ною что ну настолько просто беспомощность что они ничего отбиться не могут они ничего разведать не могут напрячь не могут и зест по идее меня вот как бы переворачивает он говорит смотри ну ты как бы можешь отбиться просто ты должен отбиваться от всего вслепую знать каждую атаку возможную на тебя и просто каждый готовится постоянно вот и все то есть ничего сложного ты просто всего лишь должен знать ну все 100 билдов которые против себя могут сыграть круто то есть ну теперь вера в протасов не потеряно это хорошо зест короче стандартно начинает он всегда едет и блочит хату чтобы третья стояла неудобно у зерга в принципе это нормально это классная идея для турнирных игр где ты играешь серию вот например как здесь до трех побед потому что ты каждую игру начинаешь одинаково и соперник не может понять точно вот по вот этим действием что ты как бы будешь делать потому что некоторые например знают что открываясь там вдруг дарков тебе выгодно проблочить хату но открываясь stargate не всегда то есть это не всегда очень выгодно те лучше быстрее stargate поставить потому что если ты на разметку не пойдешь ты поставишь его не как сейчас здесь ставит в 225 в 215 до на 10 секунд раньше это выгодней вот и ну за счет этого играется но здесь вот так вот mind games играет то есть он всегда играть одинаково но будет немножко по-другому играть продолжение видимо посмотрим что он в этот раз сыграет ну и stargate а естественно продолжение куча потому что stargate в принципе бесполезная технология практически но это единственная нормальная технология чтобы играть нормальные игры то есть вот один раз мы увидели робот вайлайт дробь дарков больше мы его ни разу не увидим потому что это одноразовая стратегия два раза короче нельзя играть в робот тебя просто пробьют в серии то есть как только зерк поймет как какая у тебя плюс-минус технология с робо того как ты двигаешься юнитами все на второй игре он просто начнут тебя уничтожать вот он видит 2d то видит гейт не знает точную технологию мне нравится места для технологии у зеста очень прикольное место для stargate а вот очень прикольно и он в принципе показывает вайдрея идет убивать первого оверлорда и идет занимать быструю третью базу и строит оракла ну вот оракал это интересно оракал будет получается харасить и напрягать наверное соперника здесь вайдрей плюс адепт помогают занять третью базу этого в принципе хватает на 4 минуте чтобы защищать ее вайдрей скорее всего никуда не уйдет оракал полетит на разведку классная адаптация много кто открывается в 2 вайдре еще во что-то но то есть здесь у нас как раз мы не теряем возможность разведать идет 2 stargate то есть это будет масс stargate юниты но классическая стратегия опросов тоже но у нее есть свои проблемы то есть против нее есть вот зерк потерял двух дронов оракал что увидел он ничего в принципе не увидел ничего не увидел идет вайдрей то есть это будет несколько вайдреев вот нормально то есть пока стандартная макро зерк развивается тоже ничего необычного но заказал 14 собак это очень странно потому что если бы это были фениксы 14 собак имели бы смысл но тут вайдреи то есть против вайдреев нету смысла вайдреи простоят бьют собачек нидус нидус это то про что я говорил у строги то очень много вариантов пробития посмотрите я нажму на паузу зерк сейчас что делает он открылся в 2 строги то он делает грелок но он уже на пятой минуте делает до пятой минуты твайлайт и фаржу то есть он уже перестраивается в следующую технологию это сделки архонты charge вот это все это будет шторм даже почему именно так рано нужно перестраивается ведь мы даже не начали еще строить вайдреев все очень просто сейчас модные стратегии к примеру это построить оверлордов с дропом и прийти рачи равагеры королевы или привести их на оверлордах и пробивать на шестой минуте и вот именно к шестой минуте в принципе у тебя уже готова половина там чаржа половина плюс 1 у тебя уже есть юниты из гейтов и ты третью отдаешь но потом возможно отобьешься это раз стратегия два стратегия это просто банально как только ты понял что там скорее всего 200 гейта делаешь просто масс гидрум и на восьмой минуте с плюс 1 и рэнджом гидры или муспидом не помню с рэнджом по моему приходишь на восьмой минуте в чем идея зерк намного раньше процесса получает экономику юнитов и все остальное и получается что протаса на 8 минуте где-то 120 130 лимита из которого 60 лимита это пробки понимаете то есть у него боевого 60 лимита а у зерга 60 пробок уже стабильно и при этом при этом но 60 рабочих и при этом где-то 120 лимита гидры и starcraft достаточно просто в этом плане ты можешь делать все что хочешь но в принципе если тебя 60 соперника 120 он тебя скорее всего пробивает так это и работает то есть есть шанс только при удачных стечениях обстоятельств при классной позиционки и классно кинутых штормах есть шанс если шторм успел выучиться ровно в 8 00 даю тебя все вовремя ты отобьешься но здесь недос поэтому ребята я не знаю если шансы у зеста отбиться ну если честно вот по моему опыту нету по моему опыту нету но я верю что здесь сейчас 30 устроит вот вот просто вот мне нравится ситуация сейчас открыли посмотрите вот в левый верхний угол открыли юнитов просто смотрите пятая минута 2 вайдрея один оракал 3 адепта и это нормально да то есть и у них равные лимиты по армии то есть по армии от именно по циферке лимит до по ограничивающему фактору на по армии у нас все ровно но по факту у зерга 32 собачки то есть просто 32 юнита против 6 но к этим 32 дополняется 6 королев но я не знаю то есть у просто у зерга сейчас королев будет столько же сколько у процесс всего физически юнитов и зерк то еще достраивает сейчас и всех достраивает по 20 собачек они по 2 он отвлек он отвлек лингами чуть-чуть отвлек с одной стороны 3 линга с другой 3 линга отвлек вайдрея разбежались это дает возможность спокойно не вас поставить а на этом огромном и не его не видно и сейчас вылезут вылазит вылазит просто шесть королев ну все не знаю не знаю жестко будет ну королевы королевы просто сильнее чем вайдрея поэтому то есть я всегда говорю что но открылся ты в этих там 46 вайдреев так тоже никогда не ничего не нанесешь против там 67 королев а если 67 королев на тебя нападают еще 40 лингов просто 7 королев и процесс ничего не может сделать 7 королевом 7 королев появилась на на 6 минуте и они же лечиться могут до батарейки имба окей да ну когда у тебя батарейки имба ребята да да я считаю просто когда у тебя вот посмотрите когда у тебя 7 юнитов которые стоят только минералы появляются у тебя на базе на 6 минуте вот подумайте про имба призму до до варп на поле боя все такое но на призму ты можешь до варпать плюс-минус нас когда у тебя там три базы у тебя 8 гейтов ты можешь потратить то что юнита дорогие с трех баз про то сможет сделать на призму 16 лимита раз 30 секунд 16 королевы тоже занимают 2 и тут 7 королев и за секунду появилось 14 лимита у протаса на мэйне только королев но за 2 секунды появилась посмотрите еще 32 линга ну хорошо да убирается имба батарейки которые должны сначала поставить пилон 30 секунд потом поставить батарейку 30 секунд и только потом она может начать лечить 1 юнита вот аквины могут rapid fire все полечиться и все нормально просто лечатся и все ну ладно gg21 gg21 не знаю посмотрим если у зеста еще что-то в рукаве да то есть я считаю то что он ведет 21 это нормально еще да то есть у него есть шансы погнали так стандартное начало ничего не меняется то есть здесь все делает блокады рок идет ставить третью все как обычно на как открытие тоже не меняется то есть это нормально до 5 минуты плюс-минус игры всегда будут одинаковые ну таков starcraft ничего необычного идет stargate идут адепты то есть все то же самое просто все то же самое у зерга у зерга вот здесь на 240 небольшое отличие в этот раз рок решила открыться в разведку оверов это дает возможность овером летать быстрее это дает такую возможность это в принципе очень круто и можно полностью все разведать точно понять во что играет протос и понять ну посмотрим как это как и во что это выльется собственно и так зест открылся в оракла а рук сейчас наверно поедет на разведку должен поехать на разведку своим быстрым овером посмотрим что он увидит оракл что он сможет нанести раз дрон два дрон три дрон 44 дрона 45 не смог 5 не смог все четыре дрона четыре дрона ну размены размен 2 уроков что получится рок тем временем оверлордом спокойно летает по базе смотрит что происходит то есть он понимает что 3 урокла не строится можно из этого сделать какие-то выводы видят что технологии дополнительных нету возможно успел увидеть stargate нет не увидел второй stargate а он полетел овером в обратную сторону сейчас увидит все полетел да ну то есть зерк просто летает на четвертой минуте по базе просто тоже просто не имеет возможности никак не как его прогнать второе прилетает то есть вот вот этот фишка до 430 зерк понимает все что делает протос а так как в рот со все дорогое и медленная зерк в принципе понимает как будет развиваться игра в ближайшие ну минут 10 шучу на самом деле в минут пять потому что что-то можно поменять это билд в два быстрых карьера его партинг показывал забавный билд сейчас небольших а раз два урокла три адепта это просто почистить скрип это круто на самом деле пешком когда королевы идут и тебя напрягают вот этот вот крип может стать им бой и рок это и делает посмотрите он идет королевами вперед он идет королевам вперед и строится два карьера на самом деле четыре королева много чего не сделают но если известных увидят возможно возможно это фейк возможно это фейк возможно он выходит королевами типа вот между делом смотрите королеву уничтожают 22 урок лайк и линги бегут все я не знаю это готово он успел кинуть просветку рогу придется типа по фейчить что он идет вперед чуть-чуть но он скорее всего не пойдет он разведал посмотрел и все и ничего делать не будет он так по напрягает заставит повар под лишних два адепта потому что два адепта стоит как карьер и процессу не хватит денег на карьера типа такого нет известно так легко не развести рок продолжает мониторить все оверами к винами отошел не пойдет уж хорошо как о каковы его действия против карьеров смотрите очень интересно он ставит шпиль он ставит шпиль если честно и делает дроп оверлордом очень прикольно он знает тайминг когда карьеры примерно к нему придут и он знает что бороться постоянно но нечем отбиваться на трех базах потому что я вам объяснял прошлой игре сколько упороться юнитов сейчас будет дропать собак просто разводить разводить просто карьеры ну это как бы до мощный юниты ну не проблема потому что во первых у них патроны платные вот во вторых они медленные королевы сяной по уничтожают посмотрим сможет ли он хотя бы одного да сможет королеву убить сможет уничтожить одного оверлорда но здесь 8 лингов намного больше принесут проблем чем два карьера да да они намного больше сбили майнинг тайма намного всего больше позбивали то есть не знаю посмотрим как карьеры похарасят этот билд кстати двух карьеров я еще там год назад рассказывал как сделать то есть только сейчас его партинг начал играть и вот и вот разводочка просто линги забегают в конце концов много-много пара наносит урона линги 11 11 караптеров я только вам начал рассказывать интересно зачем ему шпиль у нас здесь интересная движуха зесту тоже было очень интересно отбиваться от лингов и все такое ребята 14 караптеров 14 караптеров 8 королев вот он вот он прикол понимаете каратор в принципе ну это не т3 они да это как бы не карьер по сути это близкий карьеру юнит и в чем прикол понимаете к восьмой минуте протос физически может построить вот я сейчас объясняю много новичков мне на стримах задают вопрос и в комментах тоже вы часто пишите ребята как законтрить воздушного протоса то есть вот как понимаете пользуйтесь своей расой воздушный протос строится вот столько времени очень много очень много времени процессу надо чтобы построить просто юнитов то есть три карьера строится с трех старпортов с трех баз где-то минуту понимаете около минуты они строятся за минуту зерк может сделать 20 караптеров 20 караптеров сильнее трех карьеров то есть да если вы ничего не делаете конечно ничего не получится 737 737 15 караптеров против двух карьеров 737 просто просто вот я не знаю сейчас карьеры эти взорвутся просто посмотрите чпок все минус 1 ну не ну ладно карьеры не бьют по земле а эти караптеры окей что здесь будет ну то есть вот эта фишка что караптеры не бьют по земле это круто но королевы бьют если сейчас опять будет нидус какой-нибудь тут тараканы караптеры плюс тараканы караптеры опять же просто нечем убивать караптеров просто нечем то есть они могут полететь заснайпить всех абсолютно всех посылайте появляется вайдрей бах нету вайдреев об все ну да два сталкера окей но два сталкера будут убивать одного караптера минуту короче зест просто пытается сбежать потому что он понимает что если карера найдут караптеры карер сразу же лопнет королевы распространяют крип вот просто он летает по базе ну ну я не знаю ну как вот это представьте как например если бы взяли и там три призмы в каждой призме по 4 иммортала да можно только два посадить но вот в каждой призме по 4 иммортала и они просто летают между базами зерга и вот и вот летают ну вот я не знаю просто восьмая минута у тебя летают 20 караптеров и все у тебя как бы ты открылся в воздух но твой воздух но это но это шило поэтому поэтому я говорю жизнь если вы хотите играть за протаса против зерга вы должны играть в игры которые длятся не больше семи минут то есть вы на седьмой минуте выигрываете или проигрываете все потому что зерк может все законтрить все законтрить что вы делаете если он плюс-минус понимает как бы свои силы своей расы он просто летает вот вот ему вообще плевать что происходит вот он увидел каррера вот а я пойду взорву а вот мне все равно что это такое но бы но вылетел вайдрей ой какой ужас чик а давай часа вайдре там тогда там три сталкера иди взорвивай дрэйв катя разница два сталкера да сани вообще ничего не наносит на все он отлетел вот вот еще момент но если он взял улетел типа я не хочу драться а потом прилетел типа и ладно взорву вайдок понимаете вот вот решение зерга какие могут быть решение у процесса никакие он не может догнать караптеров он не может от них убежать он медленней вот в этом прикол вы за зерга диктуете игру протасу вот и все это смешно это это смешно потому что здесь пишет gg он увидел просто армию врачей он понял смотрите 9 минута 20 секунда я вам по моему только что объяснял показываю лимиты писать про то со 120 зерга 200 просто 200 на 9 минуте вот и все есть starcraft это 22 что будет в третьей игре ну что ребята решающая игра открытие все как обычно но зест умудрился спрятать здесь пробочку и точно понял что это третья база это круто это ему дает хорошую инфу это ну это классно самое интересное рок поставил третью базу треугольником то есть 3 его база ближе к сопернику ближе к зесту это значит что он может начать его напрягать но это не обязательно а если он напрягать не будет то она стоит в открытом пространстве и будет намного легче нападать на нее ну посмотрим посмотрим что будет это опять оракал очень интересно это решающая игра я верю в зеста просто это очень круто будет хоть хоть зерги имба но верю в зеста но верю в зеста зест показал что он может что у него есть креативные классные стратегии и он пытается превозмочь вот эту вот имбу зерга мы посмотрим итак итак два оракла и 4 адепта это такой харас адепты скорее всего для развозняка да 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 посмотрите как классно корейцы действует то есть он не просто летит ораклами он сначала показывает адептов отправляет тени на вторую базу и заставляет как бы зерга смотреть на адептов реагировать на адептов и в это время влетают ораклы какой урон они сейчас нанесут два оракла возможно даже большой две королевы возможно никакой урон не нанесут так раз дрон 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 просто дронов зест красавчик просто посмотрите на 4 минуте на 4 минуте 45 секунде зест двумя ораклами уничтожает 10 10 дронов это сравнивает игру ну то есть ты же начинаешь запроса ты сначала уже отстаешь изначально от зерга вот здесь сравнял игру сможет ли он начать переворачивать очень классное продолжение глиф адепты ребята глиф адепты очень прикольно глиф адепты шести гейтов это будет мощный мощный харас он ставит третью базу параллельно на пятой минуте что сейчас будет вот сейчас не знаю но 10 дронов это мощно то есть если ты процесс уничтожаешь 10 дронов на пятой минуте процесс может выйти из игры в принципе если ну там мина взрывается в 10 пробочек да тут все тут ух тут жестко идет мощнейшая атака адептами посмотрим 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 как это будет выглядеть и так и так и 12 адептов летят хорошо есть чем защищаться и отмена отмена будет да они не ну слишком много зерга отмена посмотрите вся минеральная линия стала на минуту почти на минуту почти минералка стала ловушка просто в минералку до зерст просто крушит крушит рога вообще в ноль крушит он уже даже добывает поровну с зергом он и всем минералка отблокировалась ну не на минуту да там сколько 20 30 секунд на 20 30 секунд целая минералка не работала это это очень мощно не знаю это прям ну можно назвать даже преимуществом наверно так 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 адепты убегают назад оракал опять залетает что-то попробовал не уже не получится второй раз очень-очень много адептов и сейчас начнется сражение посмотрите очень много адептов 24 адепта 24 адепта круто короче объясняю такой билд был вот я говорю зерк зерк зест переосмысливает и переделывает старые билды то есть такой билд был мы открываем все два оракла харасим и в 5 30 прибегаем адептами но там была фишка адептами начинать развлекать пока мы перестраиваемся в роба зест придумал так я делаю вот то же самое но я не начинаю перестраиваться в роба потому что зерк скорее всего это предполагает а я сзади начну строить еще адептов и приду еще больше адептов и у зерка возможно не хватит юнитов сейчас посмотрим хватит или нет обращаю ваше внимание сейчас это видно или нет в углу где моя вебка там включилась камера зерк напал кучей лингов на третью базу протаса на третью базу просто в третьей базе просто конец процессу никогда защищаться нечем но сколько адептов посмотрите адепты отбиваются тараканами тараканник стоит где тараканник стоит не очень удобно сейчас взорвет тараканник пришел пришел оракал всю жизнь джей 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 тараканник уничтожил короче цитирую сейчас комментаторов цитирую комментаторов и внесу свою лепту комментатор орёт а вот и нет тараканника кем ты теперь будешь отбивать адептов лингами я так не думаю это не работает вот так вот сказали сейчас официальные комментаторы я свою про геймерскую так сказать лепту внесу до тараканы контрят адептов до зерк не сможет их сейчас строить но учитывая что зерга физически всегда больше линги будут размениваться в минус но отбиться он сможет то есть все будет зависеть от продолжения и то есть адептов сейчас нужно спасать в любом случае потому что он больше 30 секунд находится на территории зерга за 30 секунд зерга становится больше чем процесса в два раза ровно вот то есть уже пора убегать посмотрим сможете он сбежать но он да он сбегает нормально нормально зерст понимает он же тоже про геймер но я ее не повезло королевы и королевы и линги о да королевы и линги так 3 базы нету странная ситуация бы назвал ее я бы назвал ее зерга 110 а протаса 60 ну как всегда зерга в два раза больше ребята мне чуть-чуть грустно стало я увидел как великолепным образом протас уничтожает зерга уничтожаем у 10 дронов в самом начале игры блокируя ему минеральную линию на полминуты разводя его адептами налево-направо но все равно зерга в два раза больше не знаю не знаю что сейчас будет зерк отступает это радует возможно игра будет продолжаться еще адепты потому что больше некого строить идет immortal stalker и робобэй зест понимает что скорее всего все восьмая минута он уже отстает жестко и нужно нужен дизраптор нужно чтобы дизраптор сделал выстрел и игра перевернулась третью базу никто зесту не даст поставить просто не могут ставить третью базу если они не сидят дома вот он сможет 20 адептами убить двух тараканов хорошо уже уже что-то так 20 адептов против двух тараканов это ну нормально нормально еще попыточка не получилось да это было тяжело отбить конечно эту ловушку зергу пришлось приложить много усилий но теперь теперь протас защищается вы конечно надеетесь что сейчас ибо батарейки помогут протасу они не помогают поэтому зест просто-напросто всеми адептами уходит он понимаешь адепты бесполезные здесь юниты вообще и все толпа тараканов force field и я не знаю мне кажется вот уже сентрей просто нужно вообще перестать строить понимаете центре это юнит который в принципе не дамажит стоит очень много газа и за свою цену он может поставить иногда force field который ломается спеллом который не стоит энергии и не имеет практически колдауна то есть вот поставился force field сразу взорвался поставился сразу же взорвался то есть просто все филды ломаются за секунду толпа тараканов баншотит и мордов и мордов им никуда невозможно катить потому что они стоят до батарейки это круто но по батарейкам тоже коррозе байла летят тем временем адепта уничтожают всю 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 инфраструктуру зерга и начинают падать рабочие то что зерба защищаться тоже нечем это армия на армию выходит дизаптор 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 давай дизаптор выходит три батарейки дизаптор шот а папа папа один равагер да один равагер это круто мне становится все грустнее и грустнее прилетел аверсир заблочил заблочил роба из роба никого строить нельзя все байлы летят в пилон пилон сейчас ляжет дизаптор не успеет выйти возможно второй второй дизаптор сейчас выйдет давайте второй дизаптор шот летит летит дизаптор и четыре рача это жестко у зерга минус 40 рабочих все рабочие легли а папа 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 линга вообще не попал паравагером у ее изъезд язву теркорезер быстрее чем правда сейчас все ли сейчас все лягут сидя завтра снявут о сколько рача еще откуда откуда 100 крачей что это такое а что у протаса есть 5 5 адептов 5 адептов против старой чай как обычно да почему у зерга везде армии в три раза больше что это такое да что это вайдрейда а